Здравствуйте, коллеги! Сегодня продолжение, второй выпуск по книжкам по ультразвуковой диагностике. Сегодня у нас будут книжки уже поменьше, чем вчера. Вчера были такие руководства, крупные, полномасштабные. Что у нас... Какие книжки я вам покажу? Ну, во-первых, вот в твердой обложке такая замечательная книжка. Это книжка по ультразвуковым маркерам хромосомных дефектов плода. Такая известная фамилия Николаидес. Здесь и Снайдерс. Так, что еще? Вот наша книжка. Из Нейсклифосовского. Ну, в мягкой обложке уже. По неотложному трозвуку при остром аппендиците. Замечательная тоже книжка, 2003 года. А Николаидеса книжка была 1997 года. Вот книжка замечательная. Автор Осипов. По ультразвуковым диагностическим приборам. Физика ультразвука, приборы, датчики. Все это расписывается, чтобы грамотно врачу Зиму об этом говорить. Со специалистами и так далее. Так, что еще? Вот из западных руководств. Ну, такое достаточно крупное еще руководство. Да, оно в мягкой обложке. Оно имеет определенную специфику. Оно разбирает ультразвук по, скажем так, клиническим каким-то симптомам. Очень такое интересное руководство. Сейчас я вам покажу. И вот, например, главы. Главы сейчас зачитываю. Это у нас боль в малом тазу с положительным тестом на беременность. Глава. Вагинальное кровотечение при негативном тесте на беременность. Ну, и так далее. Сейчас, какое еще выбрать. Ненормальные функции печени. То есть, как бы ультразвуковая диагностика здесь четко увязана с клиникой, с лабораторными показателями. Такая интересная книжка Роджера Сандерса. Под его руководством книжка написана. А год какой? Ой, какой же это год? 98-й год. 98-й год. Вот такая вот интересная книжка. Вот. Что еще? Ну, наверное, хорошо всем известная книжка. Такая довольно крупная. Это Матис Хофер. Она такая довольно тоненькая. Она больше напоминает такой вот, что называется на западе, текстбук. Здесь много таблиц. Вот такие вот вложки. Такие вот, которые можно брать с собой куда-то, не знаю, в папке. Всем рекомендую собирать папки с таблицами. Так это гораздо удобнее и быстрее, чем по книжкам рыться. Ну, здесь такой вот, тоже такой вот, это же как бы западная книжка. Да, здесь все в таком сжатом, таком кратком по существу порядке написано все. И книга эта у нас какого же года. Какого года изначально сказать я не смогу, наверное. А перевод у нас, перевод на русский 2003 год. Вот вторая часть этой книги Матиса Хофера по Доплеру. Эта книжка еще на английском, ее потом перевели на русский тоже. Вот, сейчас посмотрим, какого, без перевода книга года была. Без перевода она 2004 года. Когда перевели, к сожалению, я сейчас не могу вам сказать. Вот. Еще одна тоже интересная книжка, довольно известного автора Поля Ситху. Его тоже перевели на русский язык по моей рекомендации в издательстве. Вот. Замечательная книжка, как справочник, там очень много таблиц. Ну, наверное, кто-то уже видел ее, кто-то видел ее уже в продаже на русском языке. Немножко в другом оформлении. Здесь тоже таблицы. Показано, как, что, где, чего измерять. Вот. Вот. Разные разделы. Какими датчиками пользоваться. То есть, такая вот, чисто, как техническое руководство. Вот такая вот замечательная книжка. Так она и называется. Измерение в ультразвуке. Что еще? Какие замечательные книжки. Вот я в прошлом выпуске показывал такое большое зеленое руководство из издательства Дружбы народов университета под авторством Дрогачева. И вот, как бы, более позже вышла книжка подобная. Немножко более, как бы, в таком вжатом виде и меньшего размера, как мы видим. Вот. Только по абдоминальной эхографии. До этого были там не только абдоминальные эхографии, были какие-то и щитовидные железа была там и так далее. А здесь только абдоминальные. То же самое. Схемы, таблицы, очень много полезного материала. Это книжка 2005 года. Книжка Капустин Пимонов. Вот такая вот замечательная книжка-малышка, как я ее называю. Очень удобно ее брать с собой на работу, почитать. В отличие от больших руководств Медькова, Пыкова и других. Достаточно интересная книжка. Тоже, что довольно сжато и хорошо написано. Еще такая же книжка-малышка типа справочника. Бесед Хан. Дифференциальный диагноз по абдоминальной натурозвуковому исследованию. Тоже она как справочник, в общем-то, написана. Довольно все очень понятно. Она 2001 года издания. Вот предыдущая книжка Капустин Пимонов была 1998 года издания. Какие еще замечательные книжки у нас здесь есть. Вот есть Викром Догра. Вот такая вот книжка. Секрет ультразвуковой диагностики. Книжка такая очень специфическая. В ней все представлено в виде тестовых вопросов с ответами. Под номерами. То есть на любителя я бы так сказал. Какие-то вещи здесь вызывают вопросы. Какие-то вещи, которые кажутся автором однозначными. Не настолько уж они однозначные. Но интересная книжка. Если кто-то хочет, кто-то почитает. Купит, если найдет. Вечи 2005 года выпуска. Это книжка. Что у нас еще есть? Ну вот такая есть замечательная старенькая методичка Мартынов-Остроумова-Степура. Если вы посмотрите. Вот. Она еще довольно старая. По доплерографии. Преисследование существительной системы. Это книжка 1996 года. Очень довольно такая. Скажем так, еще видно здесь, насколько тут старое все. Какие эхограммы старые. Но при этом довольно сжато и хорошо все объясняется. И формула приводится по расчетам разных показателей при эхокардиографии. Так что методичка замечательная. Вот еще более такой уже поздний современный справочник по эхокардиографии. Если вы посмотрите. Это у нас Феликса Урсула Виккинсхофф. И при участии Феликса Мюрвиккинсхоффа. Вот так я его, по-моему, и называю справочник Виккинсхофф. Вот, замечательный справочник. Тоже здесь много разных алгоритмов даже написано. И таблиц. Вот так вот прям вот разворачиваете. И что нужно делать, грубо говоря, там, допустим, при шунтах в сердце. Да, вот. Какие исследования там дополнительные. Что нужно измерить. Почти такие показатели. В этом плане очень такая вот интересная книжка. Для тех, кто занимает эхокардиографией. Вот, какой год издания. 2009 год. 2009 год. Из еще таких вот интересных книжек. Заграничная книжка на английском языке. Педиатрика эхокардиографии. По детской эхокардиографии. Вот. Какой год издания. Сейчас даже не скажу сразу. Так. Год, 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 год. 2004 год. Тоже такой справочник, красивенький. Замечательная книжка. Еще одна книжка на английском языке. Эхо Майт Изи. Сэм Кадура. У нас автор. Год 2002. Если не ошибаюсь. 2002 год. Тоже она сделана типа справочника. Все здесь кратенько сжато. Объясняется. Формулы, позиции, какие нужно делать доступы и так далее. Это все такие мелкие справочники. Вот еще один такой тоже фундаментальный труд по эхокардиографии, который по хорошему должен быть у каждого врача, который занимается эхокардиографией. Вот это третье издание клинической кардиографии Отто. Замечательная книга. Она такая вот увесистая, такое солидное руководство. Вот год издания. Это вот третье издание. Сейчас уже, конечно, вышли более поздние издания. Это у нас третье издание вышло в 2004 году. Так, что бы нам вам еще показать. Ну вот есть еще одна у нас такая вот тоже серия книг от группы авторов. Одну фамилию вы, наверное, знаете. Атькова, который в свое время был президентом Рассудом в давние времена. И это группа авторов, которая возглавляется Абдулаевым. Вот вы смотрите первая книжка. Вот у нас атлас по утрозвуковой диагностики. Ну, книжка в большей степени такой вот исторический характер носит. Скажем так, для современного УЗИ здесь уже мало чего-то интересного. Очень мало информации. Но все равно интересно иногда бывает заглянуть, как смотрели на утрозвук. В том числе здесь и по эхокардиографии есть данные. Какие были взгляды, что измеряли. То есть такой чисто букинистический, наверное, в большей степени характер эта книжка носит. Вот еще одна книжка тоже под редакцией Абдулаева. Как продолжение атласа тоже в высокой диагностике. Только уже в мягкой обложке. Как вторая часть, наверное. Здесь уже бручная полость в большей степени. Ну, тоже чисто в большей степени исторический, букинистический характер эта книжка носит. Вот еще одна книга. Тот же у нас первый автор Абдулаев. По их кардиографии, по современной. Уже в твердой обложке. Для тех, кто коллекционирует такие книжки и хочет их иметь в библиотеке, вот, как говорится, они их имеют. Покупали в свое время. Из западных книжек, какие еще книжки могу вам показать. Вот у нас книга первым автором Мэтью Ривкин. Такая маленькая карманная книжка. Так она и называется. Карманный атлас нормальной ультразвуковой анатомии. Значит, в общем-то, чем она интересна? Да, тем, что в ней находятся в основном только срезы. То есть мы смотрим, там четко какие срезы, и они четко объясняются, что на этих срезах видно. То есть вот такой вот, довольно, скажем так, редко встречается в книгах, но вот в каких-то встречается. В каких-то их меньшей степени. Вот такой вот уже более практический вариант. Есть еще вот такая замечательная книжка, тоже западная. Вот, Утрасаундсканинг. Принциплс и протокол. Второе издание. Беттия Темпкин. Ну вот, предыдущая книжка у нас была, какого года, сейчас скажу. Второе издание. Год-то какой? Какой год? 2001 год был этот карманный атлас. Да, а эта книжка у нас... Какого же она года у нас? Она у нас 99-го года. Если не ошибаюсь. 99-го года. Что это такое, вот странная книжка, да? Что это такое? У нас в России УЗИ проводит, врач УЗИ, он решает сам, что ему проводить. Как правило, мы не сохраняем никакие срезы в память компьютера, вот, на автомате, да? То есть мы как вот, мы выбираем, что сохранить, что не сохранить. Вот, а эта книжка, это как вот руководство для западной системы проведения утрозвуковой диагностики, которая двухэтапная, когда на первом этапе делает УЗИ так называемый технично-лицинографер, вот, а потом он все должен сохранять, все срезы, какие нужны по протоколу, он должен сохранить в память компьютера, и потом их будет пересматривать, дополнительно оценить радиолог. То есть такая двухэтапная, как у нас, допустим, рентгенолаборант и рентгенолог, да? Вот у них также вот в некоторых странах делается УЗИ. И вот эта вот книжка, она описывает то, какие и где, и как должен сделать вот этот вот утрозвуковой лаборант срезы. И тут четко все, все это вот так же, в общем-то, как и в предыдущей книжке, все это описано, какое количество срезов там и так далее. То есть вот, чтобы кто-то понимал, как говорится, как вот это все жестко регламентировано на Западе. Сколько срезов, каких, в этом плане у нас свобода действия. Ну, сейчас еще прибежимся по книжкам. Осталась у нас стопочка книжечек по педиатрическому ультразвуку. Вот такая вот замечательная книжка Ватолина по УЗИ головного мозга, по нейросонографии. Вот, отдельное такое издание, кого уже на годы, 2000-2000 года. Вот, замечательная книжка. Кому, как говорится, интересна тема нейросонографии, вот, книжка замечательная, во всех смыслах. Вот, покупайте, читайте, если она еще продается. Сложно сказать, конечно. Может, уже и не продается. Вот, в предыдущем выпуске я говорил о том, что руководство под этой акции Пыкова Ватолина, большой такой был зеленый томик, да, 2001-го года, если не ошибаюсь, что потом его издавали по частям, переиздавали. Вот, вот одна из этих книжек-малышек, таких томиков, вот, по детской ультразвуковой диагностике в урнефрологии. Вот, вот такие вот потом выходили книжки-малышки. Что еще? Вот, не совсем книжка по, не совсем по ультразвуковой диагностике, но здесь тоже есть глава по ультразвуковой диагностике. Это книжка по Малахову, главный автор, по врожденным вывых и бедра. Почему ее полезно иметь в врачу ультразвуковой диагностике? Потому что здесь очень хорошо все детально, так с точки зрения травматолога-ортопеда, описываются какие-то краеугольные такие вот моменты, чтобы доктор понимал, что есть что. Так что в этом плане книжка полезная. Так, из маленьких книжек, вот еще педиатрическая тоже, вот книжка такая интересная выходила. Это ультразвуковая диагностика гинекологических заболеваний у детей и подростков. Вот такая вот книжечка-малышка, год из издания какой-нибудь, 2004 год. Еще одна у нас тоже по ультразвуковому исследованию у детей. Это ультразвуковая средняя мочевая система у детей, автор Эрман Марцулевич. Год из издания, 2000 год. Замечательная книжка. Вот еще одна книжка по нейросонографии. Зубарева у леска. Такая небольшая книжечка, очень замечательная. Тоже детально все расписано. Сложно сказать, она есть еще подошли или нет. Какой год из издания, сейчас скажу. Год из издания, 2004 год. 2004 год. Вот такая книжка по нейросонографии, замечательная. Так, что еще у нас? Что еще? Вот еще у нас одна из школ по детскому ультразвуковому исследованию. Это у нас книжки ольховой. Если посмотреть, да. Это у нас только один из издания почек у детей. По почкам очень много здесь интересного материала. Как мы видим, книжка не тоненькая. Тут все в деталях там разбирается. Практически диссертация здесь написана, скорее всего. Вот еще одна книжка тоже с Ольховой и Васильевым. По ультразвуковому детской практике. Здесь уже разбираются разные элементы, в том числе много по экстренной диагностике. Но здесь есть и нейросонография. То есть для тех, кто занимается детским ультразвуком, это очень хорошая книжечка. Вот еще один такой вот, скажем так, пример хорошего такого большого руководства, как мы видим, да. Это тоже на английском языке, без перевода книжка. «Педиатрик ультрасаунд», «How, why, and then», «Роз де Брайан» автор. Год издания, сейчас, 2005 год. Книжка замечательная, чуть поменьше, чем книжка, которую я показывал в прошлом выпуске. Это вот «Мерлин Сигель» была книжка. Но здесь тоже так вот все сжато, хорошо описано. То есть для тех, кто занимается ультразвуком, это тоже книжка очень нужная. Полезная, нужная книжка. Еще одна книжка, которую тоже рекомендуется читать, это книжка «Ультразвуковая диагностика в детской хирургии». Материалов здесь не так много, но вот те, кто занимается, особенно вот кто работает в больницах, там по экстренной ультразвуковой диагностике в приемных отделениях, вещь полезная. А еще один тоже представитель западной книжной продукции – «Педиатрик Ультрасаунд». Здесь первый автор к карте. Замечательная книжка. Тоже так она сжато написана, такими как тезисами. То есть тоже есть таблички, какие-то интересные примеры патологии. Ну и, собственно говоря, если кто-то не видел, вот такая еще книжка выходила. Это книжка моя по некоторым аспектрам УЗИ-педиатрии на этапе первичной медицинской помощи. Она довольно старая, 2008 года. Здесь я тоже так кратенько пытался изложить еще в свое время, когда еще работал на очень старом таком слабеньком приборе. Конечно, сейчас уже опыт накопленный, который вы можете дать на сайте, на YouTube-канале, не сравнится с этой книгой, но вот просто вот такая книга вот была. И на этом наш выпуск закончился. Спасибо всем за внимание, коллеги. До новых встреч.